Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и буквально пару минут назад стартануло игровое событие, которого все мы ждали. Многие считали часы и даже минуты до его начала и зимняя ярмарка наконец-то началась. Что необходимо делать, как пройти данный ивент, что мы можем отсюда получить, какие есть способы получения. Сейчас все это обсудим в течение двух минут и, поверьте, по результатам данного видео вам все станет ясно от начала и до самого конца. Итак, ребят, что собой представляет зимняя ярмарка? Это вот такая вот цепочка, которую вы будете проходить, зарабатывая билеты. Зарабатывать билеты очень просто. Вы должны побеждать на танках от четвертого по десятый уровень. За каждую победу вы будете получать по два таких билета. Для того, чтобы добраться вот сюда до разветвления, которое уводит вас либо к Крайслеру Ка, либо к снежному шару, вам необходимо собрать 189 билетов. Я округлил до 190 и это обозначает, что вам необходимо сделать за отведенные 13 дней 95 победных боев. Дальше вам необходимо принять решение, что вы будете потом себе забирать и на что будете потеть. А потеть придется, потому что для того, чтобы забрать Крайслера, необходимо добить еще плюс 120 билетов, а это еще плюс 60 побед. Итого получается, для того, чтобы Крайслера забрать, вам необходимо сделать, ребят, 155 победных боев за 13 дней. Что же касается снежного шара. Для того, чтобы забрать снежный шар, вам необходимо собрать 429 билетов. И к вот этим вот 190 билетам вам необходимо добрать еще 240. 240 это еще плюс 120 побед. Итого, ребят, просто умопомрачительная цифра в 215 победных боев за 13 дней для того, чтобы забрать себе снежный шар. Ну, для понимания я перевел это немножечко по своей математике, может неправильной, но все же. В среднем вам необходимо делать для того, чтобы получить Крайслера каждый день по 12 побед. Ну, а для того, чтобы забрать себе снежный шар, вам необходимо каждый день делать или 16, или 17 побед, как когда, потому что там получается с дробью 16,5 побед в день. Я округлил до 17 победных боев, и если мы посчитаем при средней статистике игрока в 50-55% побед и, соответственно, 45-50% поражений, то вам необходимо каждый день играть по 30 боев. 30 боев, из которых, грубо говоря, там 16 или 17 будут победными. Итого получается приблизительно, если даже по 5 минут на каждый бой, в районе 3 часов играть каждый день. Повторюсь еще раз, чтобы забрать снежный шар, необходимо сделать 17 побед каждый день в течение 13 отведенных дней. Да, это действительно очень много, но давайте будем смотреть, что мы получаем. Мы получаем снежный шар, из которого гарантированно забираем какую-нибудь коллекционную, либо премиумную машину. Я бы сказал, что главной наградой здесь является, безусловно, новая Ptecha XM66F. Если вы хотите посмотреть абсолютно честный обзор на данную машину, за ценом брони, сравнение с другими тачками, ну и, соответственно, рандомный бой, то переходите по ссылочке, которую я добавил в описании, плюс вот она наверху. Ну, переходите, посмотрите, я думаю, вы поймете, что Ptecha действительно крутая, и я лично себе ее хотел бы получить. Но только шанс ее выпадения, я бы сказал, самый скудный. Всего лишь 0,93%. Все остальные проценты в том или ином размере разбросаны среди других машин, коей список здесь довольно-таки немаленький. Плюс к тому, ребят, каждый снежный шар гарантированно вам дает один талисман на XM66F. И если вы откроете 10 снежных шаров, то, соответственно, заберете себе 10 каких-то машин, либо компенсацию в голде за каждую из них, если они у вас есть, и плюс к тому гарантированно забираете себе Ptecha. Что такое 10 снежных шаров? Вы можете получать, помимо того, что забрать здесь в конце один снежный шар, вы можете еще получать снежные шары в теории, в зависимости от того, насколько вы фартовый, либо из контейнеров, а точнее подарочков новогодних, которые вы будете открывать за свободный опыт. Стоимость 1,50. После того, как вы переступите через определенную границу количества открытых этих коробок, цена возрастает, но в то же время возрастает и шансы выпадения снежного шара. Что еще можно забрать из коробок, которые идут за свободный опыт? Как вы видите, здесь есть премиумная машинка Krupp 38D 5 уровня, есть 3 машины 3 уровня, коллекционки, которые за те или иные деньги по голде можно продать, и плюс еще есть коллекционный Valentine 4 уровня, Valentine 2, которого тоже можно будет продать за голду. Кроме того, можно забрать себе голду саму от 75 до 5000 с золотом, что очень даже круто. Плюс есть легендарные внешние виды для машин, ну и, соответственно, бустерочки сюда тоже положили. И плюс к тому, ребят, положили сюда обвес снеговая пушка, да, или как она, снежная пушка. Что касается вероятности выпадения самого шара, от 2,5 до 3%. Это связано с тем, что вероятность выпадения снежного шара, она зависит от того, сколько коробок вы открываете. Как я уже сказал, чем больше коробок вы открываете, тем выше процент выпадения данной приблуды в виде снежного шара, из которого можно достать себе какую-нибудь машинку. Что касается вот этой коробки, ее можно открывать за голду. Стоит это 1500, как вы видите. И если вы открываете 5 таких коробок, то вам начисляется 6 коробочка, которую вы открываете уже бесплатно. В ней машины более интересные, объект 274А, восьмерка, премиумная, довольно интересная, классная. Но все остальные машины здесь тоже нижних уровней. Шестерка и две пятерочки, плюс еще и четверку положили. И это единственная машина, которую можно будет продать именно за золото, если у вас ее в ангаре нет. Что касается шансов выпадения отсюда снежного шара, то здесь снежный шар выпадает уже с вероятностью целых 10%. И это действительно гораздо выше шансы, нежели из коробки за свободный опыт. Стоит помнить по поводу того, что компенсацию голдой вы получите только за ПЗ Б2. Полторы тысячи за другие четыре машинки вы заберете компенсации серебром. Ну, просто потому что они премиумные. Вот такая вот история в отношении зимней ярмарки. Сложный ивент, реально сложно. Играть по три часа в день для того, чтобы забрать один снежный шар, это действительно очень-очень много. Но я постараюсь поиграть, потому что уж очень хочу себе XM66F. Мне она безумно понравилась. Плюс к тому, ребят, первую коробочку вы можете открыть себе абсолютно бесплатно. Что, в принципе, сейчас с вами и сделаем. Мало ли, вдруг сейчас оттуда мне дропнется, и я заберу себе снежный шар, а из него уже какую-нибудь машину. Итак, нет, ребят, не получил снежного шара, но получил 20... Ой, простите, 75 голды на халяву. Ну, как есть, так есть. Просто зашел и забрал. Чего и вам желаю. Вот такой вот ивентик. Пишите свои комментарии, пишите свое мнение. Ну, а еще, друзья, подписывайтесь на канал, если вы за своевременные новости. А в следующем видео, которое выйдет буквально через полчаса-час после данного видоса, я пополню себе немножечко свободки, и мы с вами на всех моих аккаунтах откроем вот эти коробки, для того, чтобы посмотреть, что мы оттуда сможем достать. Хотите не пропустить это видео прямо сейчас? Мало того, что подписывайтесь на канал, так еще и жмите на колокольчик, и выберите все уведомления вот так вот с моего канала, для того, чтобы не пропустить выход данного видео. Спасибо большое за то, что посмотрели. Стараюсь специально для вас. И, как всегда, друзья мои, от чистого сердца мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.